Добрый день! Добрый день, дорогие друзья! Снова рады приветствовать вас на стадионе Сетунь-Парк. Большой футбол возвращается. Западная премьер-лига. 2019 год был открыт на прошлых выходных футбольный сезон. В 2019 состоялись первые матчи 1-8 финала Кубка ЛФЛ, где 5 наших западных команд приняли участие. Но это не те команды, которые вы увидите сейчас на своих экранах, поскольку одна из них не участвует в Еврокубках, а другая, соответственно, выступает турниром на ранг выше. Это Лига Чемпионов. Как вы догадались, я говорю о командах Аслан Гатагов, который сегодня номинальный хозяин этой встречи в желтой форме полностью. Майки, трусы и гетры полностью желтые. Ну и, конечно же, команда Мега Титан, которую вы, безусловно, сразу же узнали по неизменным бело-синим цветам, стандартной сегодня своей любимой форме. Команда Мега Титан в статусе фаворита выступает в сегодняшней встрече. Для вас сегодня буду работать я, комментатор Максим Киселев, обслуживает эту встречу 14-го тура западной премьер-лиги. Как вы поняли, учитывая, что у нас в высшей лиге в этом сезоне выступает 14 команд, то, соответственно, 14-й тур является, по сути, первым ответным туром, первым туром второго круга. Ну и, как вы уже догадались, не могу я сказать о том, как состоялась встреча первого круга. Наверное, те, кто смотрит сегодняшнюю трансляцию, знают об этом результате. Тем не менее, я, как комментатор, должен его назвать, поскольку этот результат, наверное, стал одним из самых сенсационных в текущем чемпионате, поскольку новичок, дебютант западной премьер-лиги, в первом же своем матче здесь, в нашем элитном обществе, сенсационно одержал победу над «Мегатитаном». Действительно, это было колоссальное событие для новичка высшей лиги. Вот сейчас момент у «Мегатитана», здесь Клюев организовывает, скидка на Корчагина, и чуть-чуть замешкался Эрик, и защитник отводит эту угрозу. Вот видим, что «Мегатитан» очень активно начинает встречу. Да, безусловно, эта победа стала событием, но отметим, конечно, что «Мегатитан» с «Гатаговым» встречались уже во второй раз в первом туре западной премьер-лиги, поскольку команда «Аслан Гатагов» так ворвалась на просторы нашей западной лиги, что смогла сходу выйти в финал западного кубка, при этом устранив на своем пути аж четырех представителей высшего общества. И это были не только команды «Магистраль» и «Веер-2010», но и также была одержана победа вообще над действующим чемпионом, футбольным клубом сотрудников прокуратуры, который двукратный чемпион подряд. Ну, в общем-то, 4-4 сыграли в основное время и выбили по пенальти нашего западного чемпиона. И лишь в финале «Мегатитан» смог остановить «Аслана Гатагова», обыграв их 3-0, обыграв уверенно. Ну и, собственно говоря, «Аслан Гатагов» неожиданно вернул должок «Мегатитану», выиграв в первом туре. Тогда авторы забитых мячей были в составе «Аслана Гатагова». Это был Кирилл Дубников, открывший счет на 20-й минуте. После этого Сергей Кутузов, лучший бомбардир нашего высшего дивизиона с 27 мячами, отквитал один мяч с пенальти. Ну и Евгений Важнов на 50-й минуте забил свой мяч. Ну вот единственный мяч забил Важнов в премьер-лиге и такой важный гол. Для Гатагова это, безусловно, событие. И, конечно же, до сих пор за нозой сидит сейчас эта игра у руководителя Игоря Кроткова. Вот неоднократно он об этом говорил нам в интервью. В общем-то, сегодня «Мегатитан» будет брать реванш. И ничего, кроме победы, в этой игре, конечно же, бело-синих не устроит. Ну, наверное, сейчас пора, уже пришла пора назвать стартовые составы команд. Такое вот достаточно длительное у меня было вступление. Но вы уж меня поймите, поскольку действительно много событий здесь предваряло этот поединок. И, наверное, вот эта встреча наряду с вчерашней игрой Успенского и Портера, которая закончилась победой 4-2 пивных в этом туре. И, в общем, наверное, вот эти два матча являются главными событиями 14-го тура западной премьер-лиги. И, наверное, все-таки Аслан Гатагов, учитывая, что на седьмой строчке дебютант идет, это очень хорошая позиция с 19 очками. Ну, в общем-то, наверное, все-таки этот матч действительно является центральным. У «Мегатитана» 32 балла в активе, третья пока позиция. Ну и, конечно же, никто не отменял для «Мегатитана» высших задачи. А это не только победа в Лиге Чемпионов, которая стала настоящей искоменной уже для этой команды, трижды участвовавшей в финале. Ну и, естественно, победа в западной премьер-лиге. Эту задачу никто никогда не снимает для такой команды, как «Мегатитан». Ну вот сейчас еще одна атака у «Мегатитана». Клюев снова здесь получает мяч, возвращает здесь на своего партнера. Вижу я, что это Валерий Сорокин. Ну и это стремительная комбинация. Стенка завершается взятием ворот. И вот сейчас я уже, когда счет открыт у нас, назову все-таки составы команд. Начну я с «Мегатитана». Итак, в воротах действует под 30-м номером Сергей Лихонин. Три защитника. Это Сергей Алборов номер 18-й. Правый защитник. В центре действует Сергей Теретьев под номером 6. А Куксов Александр под номером 14 традиционно слева. Также в центре поля действует Илья Микинкин номер 21. По краям вот сейчас автор забитого мяча Валерий Сорокин под номером 77. Он сегодня выступает. Ну и автор голевой передачи, капитан команды Артем Клюев под номером 9 на АС-3 атаке. И действует Эрик Корчагин под номером 8. Ну вот так интересно здесь схема нарисована. Здесь предварительная схема. Здесь расстановка. И Эрик Корчагин таким изображен центральным полузащитником. Здесь в этой зарисовке, которую представили сейчас руководители «Мегатитана». Ну и как будто бы без нападающего играет «Мегатитан» сегодня. Ну посмотрим. Вижу я, что вот сейчас конкретно два нападающих на поле, по сути, сейчас находятся. Это и автор забитого мяча Сорокин, и Эрик Корчагин, который выдвинут здесь вот к самой вратарской площадке. Сорокин сейчас не смог отдать точную передачу на Клюева. Защитника перехватил. И вот сейчас жду я паузу, чтобы назвать стартовый состав, в котором вышел сегодня клуб «Аслан Гатагов». Еще одна передача, сейчас передача последует от Терентьева на Корчагина. Тут пытается в касание отыграться своему партнеру, но Гатагов перехватывает этот мяч, и контратака тут же захлебнулась. Итак, в каком составе сегодня выходит у нас «Аслан Гатагов». В воротах по 30-м номерам с первых минут начинает Станислав Плохих. Три защитника здесь сзади. И отмечу, что ни одного африканского, кстати, футболиста мы не наблюдаем на поле. Вот сейчас Лихонин выходит далеко из ворот, и здесь не дает добраться до мячу нападающего «Аслана Гатагова». Честно говоря, непривычно видеть, не видеть, точнее, ни одного африканца на поле в составе «Аслана Гатагова». Действительно, много футболистов покинуло в трансферное окно в межсезонье. Эту команду вот сейчас Клюев имеет еще одну возможность, добивает. Ну и здесь, конечно, надо похвалить воротаря Плохих. Несмотря на такую фамилию, Плохих действует отлично. И дважды сейчас выручают свою команду, не позволяют Клюеву увеличить отрыв. Итак, семь футболистов-африканцев покинули команду. И очень вот у нас западная общественность переживала, что Гай Гнабо, лучший игрок «Аслана Гатагова» по признанию болельщиков, покинул команду. Мы поздравляем его, кстати, здесь через трансляцию. Надеюсь, что наблюдает он и Скотт Дивуара этот матч. Родился ребенок у Гая Гнабо. Мы, конечно, всей западной медиаслужбой и западной футбольной общественностью поздравляем замечательного полузащитника с этим событием, автора «12 забитых мячей». Ну и, Гай, ждем тебя обратно. Welcome back to Moscow, как говорится. В общем, ждем этого замечательного футболиста. А сегодня его выручают, так сказать, русские товарищи в основном. Это следующие футболисты, полевых игроков я сейчас назову. Это Кирилл Витвицкий, который действует справа под номером 20. Это Александр Чех, он действует под вторым номером на позиции центрального защитника. Чеже Ираклий под номером 22, грузинский футболист. Здесь в составе Аслана Гатагова полузащитники. Это Максим Игнатьев под номером 11, также Василий Елисеев номер 14 и также Виталий Комисов под номером 7. Аслан Гатагов атакует. Ну и на острее атаки сегодня мы наблюдаем активного Артема Каташевского под номером 9, который, мы видели, устремился к передаче, которую на него адресовал партнер. Но здорово в этом моменте действовал опытный Сергей Лихонин, который вышел далеко из ворот и отвел угрозу от своей вотчины. Ну вот так достаточно у нас активно началась встреча. Действительно погода уже благоволит футболу. Зима потихонечку сдает свои права и уходит. Плюсовая температура уже неизменно у нас на градусниках наблюдается. В общем-то уже можно играть в футбол. Солнышко здесь на Сетуньпарке, конечно, еще пока нету. Но, тем не менее, плюс 2. Такая комфортная погода для футболистов. И вот мы видим, что некоторые даже игроки Аслана Гатагова сегодня просто-напросто в шортах и гетерах играют. Даже не поддев термобелье. И это вот говорит о том, что действительно сегодня можно беспрепятственно играть в футбол и показывать хороший уровень. Разговаривал я такой блиц-беседа у меня была с главным тренером Аслана Гатагова, с Асланом Гатаговым. Он мне сказал, что по-прежнему не стоит задача у Гатагова. Вот сейчас опасная атака по правому флангу и не удается сейчас обыграть Ираклию Чеже своего оппонента. Ну, в общем-то, не стоит задача, как сказал Аслан Гатагов, какие-то сверхдостижения здесь в премьер-лиге получать. Отмечал он, что здесь такая команда является своего рода трамплином для футболистов, которые имеют футбольное образование. Для того, чтобы вернуть их в большой футбол, а также иметь хорошую игровую практику. Есть у Аслана Гатагова большой футбольный проект. В этом году попытается он и со товарищей его реализовать. Пока рано конкретно говорить какие-то конкретные вещи, что это за проект. Попросил у меня Аслан не разглашать пока эту информацию, но, в общем-то, большим футбольным делом занимается Аслан здесь в Москве. Ну, поэтому, все-таки Аслан Гатагов, это, ну, если не второстепенный проект, но, тем не менее, в общем, такая есть задача играть в футбол, делать это хорошо. И, в общем-то, конечно же, есть понимание, как здесь сюрпризы преподносить в премьер-лиге. Ведь, как отметил Аслан, сейчас Сорокин еще раз прорывается, передача на Корчагина, но Эрик не ожидал, что она такая прострельная пойдет. Все-таки ожидал помягче паса в правую щеку, но не получилось, и мяч уходит в аут. Вот говорил Аслан Гатагов о том, что именно в финальный матч, о котором я рассказывал, сейчас опасно, Сорокин уже плохих-то лежит, но здесь защитники подстраховывают своего вратаря. И, действительно, сейчас Валерий Сорокин был близок к тому, чтобы увеличить разрыв в этой встрече. Здорово был обыгран в этом эпизоде Станислав Плохих, ворота уже остались покинутыми своим последним стражником. Но защитники здорово подстраховали своего вратаря и отвели угрозу, но Мегатитан продолжает надавливать. И сейчас из аута пойдет, видимо, длинный взброс, но и вот Сергей Алборов, я вижу, здесь подстраивается. И Эрик Корчагин, который отыгрался с ним, Алборов, сейчас будет искать продолжение. Ну, в общем, Аслан Гатагов сказал после финального матча, что эта игра, несмотря на поражение, убедила в очередной раз руководство этой замечательной команды в том, что нужно повышаться в классе. И такая возможность у Гатагова появилась. Было предложено им заступить, несмотря на то, что заняли пятое место в первой лиге. Пятое или шестое, вот сейчас, по-моему, шестое все-таки место. Но, несмотря на это, появилась возможность в связи со снятием команд в магистрали и КПРФ, появилась возможность попробовать свои силы в премьер-лиге. И вот финальный матч против Мегатитана как раз-таки и убедил рулевого Аслана Гатагова, что здесь можно играть в футбол, делать это хорошо. И, в общем-то, уже окончательно Аслан убедился, что место его команды именно здесь, в западной премьер-лиге. И, как показывают результаты этого коллектива, здесь эта команда явно не затеряется. И седьмая позиция в нашем сильном высшем дивизионе, конечно же, говорит о том, что действительно на своем месте команда здесь располагается. И победы, которые она одержала, в частности, над Мегатитаном, о которой я уже рассказал, и не только она, но были там еще и серии, там из трех побед, а также Успенская была красиво обыграна в 5-3 на заснеженном поле. В общем-то, говорят результаты о том, что Сосланга Атагов здесь не будет прозябать в высшей лиге, а будет выступать очень-очень здорово. Тем временем замена у нас уже происходит на 10-й минуте матча. Илья Микинкин покидает поле, и на зеленый прямоугольник выходит Алексей Ланцов. Это 14 минуты. Вот мне спасибо большое коллеге подсказывают. Да, действительно, незаметно время у нас матча тает, и 14 минут отыграли практически половину первого тайма. Алексей Ланцов выходит на вторую половину. Этот футболист нам очень хорошо известен, его замечательная левая нога, которая стреляет, как пушка страшная. Травмирован был Алексей, длительное время залечивал мышечное повреждение, там серьезная была у него травма. Ну и практически целый год не играл Алексей Ланцов, успели мы по нему соскучиться. Этот футболист здесь на Западе, ну это родина настоящая для него. Выступал вот здесь из-за команды Крылатская, и в других командах играл за Мегатитан много. Вернулся после травмы в команду Феникс 9, которая в первой лиге выступает и ставит задачу, кстати, выхода в премьер-группу. Ну и совсем недолго там поиграл Алексей, и все-таки Игорь Кротков смог убедить Ланцова, что его место в такой топ-команде, как Мегатитан. И с удовольствием мы здесь наблюдаем возвращение Алексея Ланцова, который состоялся уже в прошлом сезоне, но немного там отыграл он. И, конечно же, в этом чемпионате мы ждем больших свершений от Ланцова. И сейчас вот Алексей будет показывать наглядно нам свое мастерство на поле. Тем временем сейчас мощно к мячу приложился Артем Каташевский, и в небеса, в Сетуньские небеса угодил мяч. Все-таки с большим прессингом сталкиваются футболисты Аслана Гатагова, поэтому здесь очень мало времени на раздумья. И в кратчайшие сроки вынуждены решение принимать Ланцов. Сейчас пяткой здорово отпасовывает на Цорокина. Корчагин возвращает снова Ланцову треугольник. И вот она, пушка страшная, о которой я сказал. Алексей Ланцов, обладатель, наверное, лучшего вообще удара в западной лиге. С левой ноги, ну, словно в воду я глядел, что первая же возможность, которая у Ланцова предоставилась, оканчивается вот таким вот смертельным выстрелом для плохих. И мяч во второй раз в сегодняшнем матче оказывается в сетке. 2-0. Существенная заявка Мега Титана на победу в этой встрече. Середина тайма. Посмотрим, как сейчас будет парировать Аслан Гатагов, который сегодня не так много футболистов в резерве привез. И я смотрю, что вот действительно ни одного вообще африканца в заявке на матч нет. Вообще в заявке остались, остался, я вижу, что только Ги Зон Го из всех футболистов. Серж Адоу вычеркнут из протокола, пропускает, по всей видимости, в связи с количеством предупреждений, как я понимаю, в связи с дисквалификацией. Ну, в общем-то, 2 футболиста всего-навсего осталось в заявке Асланы Гатагова. Ну вот, будем привыкать к новому портрету этой команды. И пока что у нее получается не очень хорошо, но здесь виной тому Мегатитан. И действительно сейчас превосходит, превалирует по всем показателям этой команды. И действительно по сути игрового рисунка действительно где-то мяча на 2 уже преимущество Мегатитан наиграл. Вот вижу я, что готовится выйти на поле еще один футболист Сергей Кутузов. Сегодня у Асланы Гатагова не так много замен сегодня есть. Но вот Мегатитан с двумя составами приехал отыгрывать этот матч, который из-за нозы сидит у руководителя Игоря Кроткова. И я думаю, что даже крупно хочет он выиграть сегодня у команды в желтых футболках. Вот вижу, что для этих целей Сергей Кутузов готовится выйти сейчас на поле. Лучший бомбардир западной премьер-лиги, 27 мячей у Сергея. Специально для Михаила Меркулова подчеркиваю, что один из этих мячей забит с пенальти. Вот Ланцова еще одна возможность, замечательная передача из глубины от Терентьева. Такая хорошая диагональ пошла на Ланцова. Ну и защитник, это был Ираклий Чежия, успевает в последний момент снять мяч у Ланцова с ноги. Вот Кутузов выходит на поле, 27 забитых мячей, конечно, классный показатель. В свое время Гай Гнабо, о котором я говорил, вместе с Кутузовым шли они, было бы по 12, но потом Сергей Кутузов, конечно же, наколотил. Просто сумасшедшее количество мячей. И даже у него в одной из игр был гексатрик. Это, как вы знаете, двойной хитрик смог сделать Сергей Кутузов. И, скорее всего, трудно будет кому-то из других нападающих западной премьер-лиги догнать нашего маршала вот в этом достижении. Посмотрим. Вот сейчас на 10 минутку Кутузов выходит, появляется на поле. Эрика Корчагина он поменял. Ну вот и вижу, что еще один нападающий на поле появился. Это Александр Крупадер. Здесь он на позиции правого полузащитника располагается. Тоже футболист хорошего мастерства. Действительно квалифицированный очень исполнитель. И смотря на Крупадера, мне тут же вспоминается его замечательный гол, который провел Фарота ЦДН. Команда выиграла тогда 2-1. И в равном поединке Крупадер классно забил мяч, подставив пятку. А играть там оставалось совсем чуть-чуть времени. И ничью превратил в 3 балла и полноценную победу своей команды. Мегатитан продолжает участвовать в золотой гонке. И, конечно же, сегодня нужна победа. И пока что Мегатитан уверенно ее одерживает. 2-0. Все под контролем. Вот видите, что даже плохих нету вариантов, куда отпасовать своим партнером. С ноги вводит туда вперед. Девятый номер Артем Каташевский. Использует свой рост для того, чтобы зацепиться за этот мяч. Возвращает партнеру. Здесь подстраивается под него защитник. Еще одна передача на Каташевского. Ну и смотрите, как Крупадер здорово сейчас отрабатывает мяч у Виталия Комисова. И организовывает атаку для своей команды. Терентьев, пас на Клюева. Ну и капитан немножко замешкался. И Даниил Витвицкий отбирает у него в этом эпизоде. А атака действительно была острая. Выход был 3-2, по сути. Ну и будь чуть просторопнее, Артем Клюев могло это и в третий раз печально закончиться для команды. Аслан Гатагов. Терентьев здорово в подкате сейчас вырывает этот мяч. Александр Чех с позиции центрального защитника здесь пытался такой слалом по левому флангу устроить. Но в подкате Терентьев безупречен. Вброс на активного Каташевского. Зацепился вновь за мяч этот нападающий. Но вот симпатии у зрителей уже возникают. Глядя на этого игрока, на этого рослого футболиста. Трудно ему противостоять Терентьеву. И вот сейчас Терентьев выиграл этот момент. Но есть возможность для удара он наносится. Это Иракли Чеже подключился туда. К штрафной площадке Мегатитана пробил поворотом. И Сергей Лихонин, наверное, все-таки контролировал этот выстрел. Но, тем не менее, подход был опасный и огрызается. Аслан Гатагов хотят хотя бы один мяч сравнять. Это понятно, поскольку 2-0 это некомфортный совсем счет для этой команды перед перерывом. Микинкин отпасовывает на Крупадера. Справа можно организовывать атаку. Прострел Чех здорово перехватывает. Но там Ланцов уже подкрадывается слева. И сейчас смутил его Максим Игнатьев своим резким движением левой ноги. И Ланцову не удалось принять эту поперечную передачу. Аут выбрасывает команда Аслан Гатагов. Вот еще одна замена сейчас в составе «Мега Титана» произошла. Вот сейчас хвалит, перехвалил сейчас Аслан Гатагов своего футболиста. Это был Василий Елисеев. Здорово Елисеев обыгрывал, но после этого атака захлебнулась. Кутузов здесь обыгрывает Чеха. Скидывает на Ланцова. Смотрите, какая левая нога. Замечательно, как убрал своего оппонента. Ланцов прострел на Кутузова. Можно бить. Да. Мощнейший выстрел сейчас наносит Александр Кабанов. Это именно он сейчас появился на площадке на позиции левого защитника. По сути, он действует. Да, вот интересное такое решение. Полузащитника выпускает. Ну, это явный упор на атаку. Вот такое решение главного тренера «Мега Титана» Александра Голевца. Конечно же, «Мега Титан» атакует. И здесь где-то можно полузащитников использовать и сзади. Поскольку атакует «Мега Титан» большими силами. И даже Сергей Терентьев приходит туда в штрафную площадку своих оппонентов. Причем не только на стандартах. Еще одно противостояние Терентьева против Каташевского. Сегодня эта дуэль будет проризывать весь поединок, безусловно. Ну, и пока что Терентьев в большинстве моментов своего визави переигрывает. Как вот и сейчас опасно Кутузова. Ну, и плохих сейчас выручил Александра Чеха. Кутузов там забегал за спину защитнику. Ну, и плохих здорово подстраховал. Ланцова в передаче сейчас не получилось на Крупадера. Но вот у Микинкина она вышла. Скрытая передача обратно на Ланцова. Левая нога просто бесподобная у Алексея. Смотрите, как он ей владеет, словно шпагой. Ну, и Кутузов сейчас может забивать, но плохих выручает свою команду. И где-то здесь итоговый свой балл на 0-5 точно повышает, если брать систему критериев Спортэкспресса. Здорово сейчас выручил плохих свою команду. Наверное, оставив ее при этом в игре, а 3-0 было бы совсем печально. Ну, и Станислав плохих показывает, что не зря он там ест хлеб на последнем рубеже. Действительно здорово сейчас прервал попытку Кутузова увеличить свой снайперский счет до 28 пунктов. Кабанов здесь крадется по лему флангу, находит Кутузова. Кутузов ждет партнеров. Ну, и немудрство Лукава отбрасывает назад Сергея Терентьева. Терентьев разводит руками, что не открывается партнер. Но Ланцов всегда открыт. Продолжает джонглировать там своей замечательной левой ногой. Миккинкель возможность для удара. Ну, и чуть-чуть сваливается мяч с подъема у Ильи. И рядом со штангой пролетает. Совсем немного времени у нас остается до конца первого тайма. Вот порядка пяти минут. Ну, и достаточно показательно, что Мега Титан проводит концовку в атаке. И, наверное, не устраивает даже 2-0 такой счет эту команду. Действительно, сегодня руководителям Мега Титана жаждут крови. После поединка первого круга. Вот, смотрите, сейчас как здорово у Кутузова отобрал мяч Виталий Коменсов. Кусаются, кусаются гатаговцы. Не готовы они сегодня вот так вот безропотно проигрывать. Продолжают борьбу. Ну, здесь, конечно, надо снова отметить, что, по сути, сегодня в обновленном виде команда предстала. И достаточно убедительно она смотрится. По крайней мере, ни о каком избиении речи не идет. Конечно же, Мега Титан имеет большое преимущество. Но, тем не менее, Аслан Гатагов весь первый тайм сохраняет лицо. И вот не позволяет Мега Титану громить себя в первом тайме. 2-0 счет, который позволяет рассчитывать на что-то. Но сейчас чуть-чуть было это не закончилось взятием. Забыл я представить игрока, который тоже появился на поле на позиции правого. Защитник это Дмитрий Бабков. Под вторым номером играет. Тоже такой достаточно новый для нас футболист. Поменялись они сейчас позициями с Александром Крупадером. Но это просто произошло по ситуации. И сейчас, после того, как эта атака пройдет, я думаю, что Крупадер и Бабков снова сделают обратную рокировку. Микинкина не получается передачи на Кутузова. Но Ланцов точно Кутузов во второй раз пытается головой перебросить невысокого вратаря плохих Станислава. Но вот Кутузов повыше даже будет, чем голкипер Аслана Гатагова. Но его выстрел головой не точен. Вот сейчас недовольная гримаса на лице Сергея Кутузова. Конечно же, он рассчитывал, что какой-то один из этих его трех возможностей, какая-то из возможностей, закончится все-таки взятием ворот. Но я думаю, что у такого прирожденного мастера, как Кутузов, голевые возможности в этом матче еще будут. Крупадер сейчас опрометчиво пошел в обводку в середине поля. И состоялся перехват. Елисеев сейчас на Каташевского пытается пронзить этот мяч. Ланцову между ног пробрасывают. Вот смотрите, какими отдельными эпизодами хочется, конечно, хвалить футболистов Аслана Гатагова. Может быть, не все получается в командном взаимодействии этой команды. Но порой индивидуальные действия заставляют меня здесь аплодировать в комментаторской вышке. Пас на лево Кутузов отдает на Бобкова, а Бобков не собирается меняться с Крупадером, как я это предвидел и предчувствовал. И выстрелом в дальнюю девятку хотел сейчас отметиться и попал в крестовину. Но Сергей Кутузов высказал пару претензий своему коллеге, поскольку ждал обратную передачу. Каташевский, смотрите, что сейчас и сделал Каташевский, как обыграл Терентьева. И я думаю, что взятием бы это закончилось. Ворот, не сфали Терентьев здесь против Каташевского. И заслуженная стопроцентная карточка. Нам вар здесь даже не требуется для того, чтобы согласиться с мнением главного арбитра встречи. Это Евгений Воробьев. Он сегодня обслуживает эту игру. Ну, а помогает ему резервным арбитром Роман Шестак. Так, опаснейший штрафной. Буквально считанные сантиметры отделили Аслан Гатагов от пенальти, от 10-метрового. Ну, и эта ситуация является очень опасной. У мяча, по-моему, там Виталий Комисов расположился. Ну, сейчас и Василий Елисеев пробежал чуть мимо. Ну, левоногий сейчас футболист должен этот удар наносить. И смотрим, что Виталий Комисов именно так и планирует это сделать. Вся команда Мега Титана выстроилась. Там стройные ряды. Будто бы в Пионеры сейчас посвящают. Ну, и два игрока. Гатагова тоже там. Ударь по воротам. И Крупадер выручает свой коллектив. И сохраняет преимущество своей команды. Вот такой вот ответ Аслана Гатагова. И могло сейчас взятием ворот это завершиться. Это действительно был колоссальный, острейший момент у этой команды. И, как вы заметили, мы все чаще и чаще хвалим команду Аслан Гатагов. А Миккинкин не собирается хвалить, потому что хочет большего. Илья Миккинкин и пытается сейчас врасплох застать вратаря команды Аслан Гатагов. Станислава Плохих этим ударом в ближний угол. Ланцов с левой ноги будет подавать угловой. Прострельная передача. Ну, и защитник разряжает обстановку. Мяч закрутился, оставшись в поле. Ланцов отнимает все-таки у него мяч. Ну, и Бабков сейчас в подкате здорово действует. Елисеев передача на Каташевского. Кабаров тоже рослый здесь. И верховую дуэль выигрывает. Но подбор за Гатаговым. Удар по воротам. Терентьев накрывает. Ну, и не просто сейчас, кстати, приходится Мега Титану для того, чтобы отстоять два своих взятых мяча, два забитых мяча. Действительно, большие проблемы создает команда Аслан Гатагов в главе с своим наконечником Артемом Каташевским для этой команды. Ну, и действительно, очень здорово Аслан Гатагов смотрится. И даже я где-то сказал бы, что на гол играла эта команда. Поэтому не удивлюсь, если все-таки взятием завершится это наступление, это массированное наступление команды в желтых цветах. Кабанов чувствует, видимо, что инициатива на какие-то считанные минуты перешла к сопернику. И где-то здесь не спешит атаковать, придерживает мяч, поскольку нужно сохранить то комфортное преимущество, которое достигнуто. И на этом главный арбитр встречи Евгений Воробьев дает трель на перерыв. Действительно, отдых командам потребуется, поскольку очень много сил было затрачено в этом хорошем, энергичном матче. Передохнем немножко и мы, и через считанные минуты вернемся снова в эфир. Продолжение следует... 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 Но вот второй тайм Чеже начинает именно на позиции левого хавбека Седьмой номер активный Виталий Комесов в полузащите Который имел прекрасную возможность со штрафного удара в концовке первого тайма А вот сейчас великолепную возможность имел уже Эрик Корчагин И каким-то просто удивительным образом не попадает в дальний угол Все по науке делал такой мастер как Эрик Корчагин Но не попадает просто Насколько сильным был удар, настолько видимо и неточным у Эрика И мяч туда метр где-то два наверное он пролетел от штанги В общем-то был неточен Корчагин Итак, двух полузащитников Аслана Катага я уже назвал Также в полузащите действует под 11 номером Максим Игнатьев Ну и последний футболист, который активен был очень в первом тайме Это Артем Каташевский, рослый нападающий Который уже начал влюблять нас, болельщиков западной премьер-лиги в себя Действительно очень здорово он противодействовал Одному из лучших центральных защитников западной премьер-лиги А возможно даже и всей футбольной Москвы Я говорю конечно же про Сергея Терентьева Которому было очень нелегко против Каташевского А вот сейчас грудью Микинкин пытается переправить мяч в ворота И в штангу попадает Микинкин после замечательной передачи своего партнера Это Валерий Сорокин, который отличился в сегодняшней встрече Был готов и ассист на себя записать А Микинкин как быстро сориентировался И грудью чуть было не переправил Четвертый уже мяч в ворот Смотрите как Клюев сейчас между ног прокидывает Даниилу Витвицкому Витвицкий разозлился и отвоевал все-таки этот мяч Коллективными усилиями вместе с Василием Елисеевым Смогли все-таки отобрать у Куксова Но фрагмент здесь в том, что вышли за пределы правил они с этим отбором И Мегатитан быстро разыгрывает штрафной Клюев сейчас, Сорокин простите Сейчас ждал обратной передачи от Корчагина Но тому сложно было изловчиться И вот снова Артем Каташевский разгоняет атаку своей команды Подключился там под него Максим Игнатьев подошел Но Артем Каташевский не смог точную здесь отдать передачу Поставить, как говорят футболисты, своему коллеге И, к сожалению, для Асланы Гатагова Вот этот острейший контр-выпад закончился ничем Замена в составе Мегатитана происходит Илья Микинкин, автор третьего забитого мяча Покидает поле и выходит автор второго Взятие ворот Это Алексей Ланцов И вот ждем мы, когда мяч найдет его замечательную левую ногу Вот она находится, его левая нога Успевает он ей сыграть Но здорово сейчас здесь в отборе действовал Виталий Комисов И мяч на какое-то мгновение для своей команды отвоевал Но еще одна атака Корчагин здесь бьет Ну и Чех в последний момент спасает свою команду Подставляет самоотверженно Выбрасывает, как клюшку, левую ногу И мяч уходит на угловой Замена в составе Аслана Гатагова Сейчас готовится Смотрим, кто выходит на поле Это 21 номер Евгений Важнов В первом тайме он участие принимал Ну вот сейчас еще ему дают С Аслан Гатагов игровое время На вот этом угловом, который подает Мега Титан Станислав Плохих Неплохо сегодня играет Будем мы справедливы И, наверное, из трех забитых мячей Вряд ли в каком-то можно обвинить вратаря Поскольку действительно в упор практически Все эти мячи забивались Ну разве что в случае с Ланцовым Можно было попытаться отразить Но знаем мы, какой мощной силы Наносит удар Алексей Тем более, что со своей родной левой ноги Еще одна у него для этого возможность Но вот Плохих Действительно выручает Еще раз свою команду Наверное, Плохих сегодня Лучший игрок в составе Асланы Гатагова Хвалил я Каташевского Там на острее атаки Который сейчас, смотрите, как здорово укрывал мяч корпусом Но передачу отдал чуть не точную На Виталия Комисова И сам это тут же признал Наверное, Каташевский и плохих лесных эпитетов сегодня Заслуживает А вот Сорокин Супер лесных эпитетов заслужил Поскольку организовывают пустые ворота Здесь взятие ворот для Своего нападающего Это Эрик Корчагин Который имел много возможностей Ну и, конечно, свято места просто не бывает И Корчагин Увеличивает свой бомбардирский счет У него это 13-й гол В западной премьер-лиге Конечно, до Кутузова далековато 27 мячей, напомню, у маршала нашего футбола Ну вот, теперь у Корчагина 13 И он в погоне за Сергеем Кутузовым А здесь, вот, честно говоря, для меня Такое небольшое грустное Немного грустное событие происходит Поскольку Станислав Плохих Покидает все-таки поле И здесь игровое время Сослан Готагов решает предоставить Другому вратарю команды Это Александр Васин Который будет действовать под номером 33 На последнем рубеже Вот сейчас Сослан Готагов Сбровки подсказал Виталию Комисову Попробуй И попробовал-таки Комисов Выстрелив в ворота Ну и Сергей Лихонин показал Что он здесь не тоже Не на холостом ходу На Сетуньском парке Что тоже он Не просто так приехал сюда И отводит угрозу от ворот Сохраняя преимущество Своей команде на отметке плюс 4 Вот сейчас правым флангом Пытается атаковать Готагов Чеже Здорово здесь Обыгрывает Алборова Но Алборов выдавливает его туда К угловому флажку Тем более, что Ланцов помогает И здорово действующий Бобков Который сейчас еще и в подкате Успевает сыграть И не позволяет Александру Чеху Развернуть наступление По правой бровке Ну вот атака вторым темпом Клюев перехватит или нет? Ну чуть-чуть не хватило Клюева Чтобы добраться до этого мяча И тактическое нарушение Капитан команды вынужден сделать Дабы не допустить Выхода в контратаку Василия Елисеева Александр Чех сейчас Через своего тезку Васина Вынужден действовать Ну хорош был плохих сегодня На последнем рубеже Несмотря на пропущенные голы Посмотрим, насколько хорош Его сменщик Александр Васин Хотя, вы знаете Вряд ли можно сменщиком назвать Поскольку Александр Васин Участвовал активно в играх Своей команды в первом круге И нередко выходил в стартовом составе И вообще западная премьер-лига Для Александра Васина не в новинку Помним мы выступление его За команду Космос В западной премьер-лиге Достаточно долго играл Ну и в общем-то Много работы имел В составе Космоса Аутсайдером является все-таки Эта команда Высшей лиги Запада И поэтому у вратарей Этой команды Всегда очень много работы Поэтому Васин знает Что такое Жаркие атаки фаворитов Здесь Ланцов Пытался дубль сделать В этой встрече Вот такой полщекой Полуподъемом Левой ноги наносит удар В правый от вратаря угол До этого выстрел у него был точным Но плохих там Совершил очередной сейф Ну а этот выстрел Оказался чуть не точным Мегатитан продолжает Выбираться в атаку Пяткой эффектно Сейчас Артем Клюев пытался Отправить мяч к Арчагину Но мяч перекрутился у него Буквально перед стопой И не удался Этот технический элемент У капитана Команды Мегатитан Еще один угловой В исполнении команды Аслан Гатагов Много сегодня Угловых подает эта команда Но здорово там действуют Защитники Возглавляемые Ростым Сергеем Терентьевым Подача с левой ноги Ну и Клюев здесь На ближней штанге Не дремлет Еще одна попытка Будет у Виталия Комисова Левая нога у него шикарная И как сейчас Каташевский не размочил счет Просто диву я даюсь Такое ощущение что Помешали сейчас друг другу Каташевский и Чежия Ну а момент это был просто стопроцентно Голевым Действительно Сумасшедшую передачу Виталий Комисов Со своей левой ноги Такую радиоуправляемую Подачу Сделал на своих На своих Партнеров Ну и Не знаю Просто Фортуна Сейчас была на стороне Мегатитана Должен был сейчас Счет Стать 4-1 Ну и Тут же замену Действует Александр Голевец Дает возможность Сергею Лихонину Сухим Уйти из воды Действительно Сухой матч Лихонин сегодня проводит И Вот этот вот Важнейший Для вратаря Момент Мы В статистических Выкладках Обязательно Зафиксируем Александр Устинов Выходит Вместо Вместо Своего Параколлеги Сергей Лихонин Под 30 номером Играл Ну а Александр Устинов Под 75 номером Будет действовать На последнем рубеже Тем временем За разговоры Ирак Личежия Получает Желтую карточку Вторая Второй горчичник Сегодня Показан Ну вот выстрел Прекрасный выстрел Виталия Комисова Отмечали мы Левую ногу Алексея Ланцова В составе Мега Титана Но вот Комисов Показывает Что у него Левая нога Ничуть не хуже Чем у Ланцова Прекрасная передача Отдает ей Ну вот сейчас Выстрел Классно ему удается Ну а Чех Сейчас Не совсем понял Куда открывается Виталий Комисов И передача Эта Не нашла Адресата Сергей Алборов Вот так вот Крадучись Уже добрался До угла Штрафной площадки Эрик Корчагин Разворачивает На Алексея Ланцова Александр Курпадер Подстраивался Слева Ну и Перехватывает Эту передачу Футболисты Асланы Гатагова Эрик Корчагин В данном случае Остался на голодном Пайке Снова В четвертым Из лидеров И все таки Полузащитник Здесь Кабанов Внести Ну просто чудеса Забыл сказать Каташевского Будут неизбежно Кутузов Достаточно крупный Ну и Конечно печально Что не смогли Ни одну из своих Интересных атак Гатаговцы завершить А возможностей было Действительно очень много Ну и Не точны были Футболисты Гатагова А вот смотри сейчас Как Комисов Хладнокровный между ног Ланцову мяч пробросил Хороший футболист В составе Асланы Гатагова Действует на позиции Правого полузащитника Номер седьмой Будем внимательнее За ним наблюдать Действительно Это Настоящая находка Селекционного Отдела Команды Аслан Гатагов Замена готовится В составе Мегатитана Капитан команды Артем Клюев Готовится выйти на поле Ну и кого Да Ланцова Сейчас поменяет Артем Клюев И наверное Перемещение мы увидим Микинкин будет играть Уже в центре А Артем Клюев Бежит туда На привычную позицию Правого Полузащитника Семь минут Семь минут у нас Остается Здесь В этой встрече Мегатитан имеет Еще одну возможность Для взятия ворот Клюева Никто не встретил Вот так ждал Ждал он Александра Крупадера Ну и Сейчас извиняется Перед своим партнером Что не Наградил его Вот этот вот Спринт Не наградил Передачи Тем не менее Сам пытался взять Ворота И Игнатьев И Игнатьев Делать это будет Это будет Конечно же Виталий Комисов Еще одна замена В составе Мегатитана Большой объем работы Выполнил Александр Крупадер Ну и Вместо него На поле Выходит Валерий Сорокин Под номером 77-м Автор Первого Забитого Меча И еще один Угловой Будет Исполнять Команда Аслан Гатагов Виталий Комисов Переместился Оттуда Из правого угла В левый И скидка На этот раз Действует На Игнатова Проходит Эта скидка Но снова Защитники Мегатитана Показывают Расторопность И юркость Из-за Доходит Все-таки мяч До Каташевского Скидка На Комисова Ну и опять Защитников Попадают Ну вот смотрите Здесь 6 человек Мегатитана А это целых 12 ног Пойди попробуй Просочи Мяч туда В ворота Поскольку там Еще и 13-14 Нога Александра Устинова Который сейчас Кулаком Отбивает мяч Подбор Игнатьев Пытается Передачу Отдать на Елисеева Ну и Чуть было Не придумал Мяч В свои ворота Но Не получилось Атака у Мегатитана Александр Чех Уже здесь На позиции Центрального Атакующего Действует Подача Комисова Теретьев Хорош Сегодня Ну очень Хорош Сорокин На правом фланге Клюев И выход 3 в 2 Посмотрим Чем закончится Сергей Кутузов Принимает мяч Наносил Уносил удар Кутузов И повреждения Получает Александр Васин Спасает Свою команду Отбивая мяч По-моему В лицо Попало Там Да Посмотрит Сейчас вратарь Нет ли крови Ну а Слава богу Обошлось Без кровопролития Но удар Кутузов Действительно Был очень мощным И Сейчас Неприятные ощущения Испытывает Вратарь Васин Ну все в порядке С Александром Сможет продолжить Встречу Не потребуется Возвращение На поле Станислава Плохих Ну и Сейчас Аплодируем Команде Асланготагов Поскольку В духе Фэрплей Возвращает Выбитый мяч Мегатитану Сорокин Подстраивается Под Куксова Тоже Вот смотрите Какой В очередной раз Футболисты Мегатитана Беспрепятственно Проходят По центру Привыкли Гатаговцы Что катают Через фланги Футболисты Мегатитана Ну а Те поменяли Концепцию И вот сначала Микинкин А теперь Сорокин Буквально Вот здесь Как Как шарик В старых Советских Настольных играх Которые вот Нужно было По такому Лабиринту Просочить В лунку Которая находилась В нижней части Вот этой игрушки Вот так же Как этот металлический Шарик Советский Так же Просачивались Сквозь защиту Аслана Гатагова Футболиста Мегатитана Клюев Сейчас еще один Этот шарик Исполняет А Куксов Сейчас с левой ноги Может наносить удар В дальний угол Блокирует Игнатьев Клюев Еще одно предложение Слева Ну и можно выходить В контратаку Но Куксов Здорово ставит Корпус Отвоевывает Этот мяч Но все-таки В портере Оказался Ну а Микинкин Подхватывает Вновь этот мяч Куксов Оставший здесь На позиции Левого атакующего Отдает на Кутузова И Кутузов Безупречен Великолепный мяч Забивает Кутузов Но здесь надо Отдать должное Конечно Куксову Который блестящую Передачу на него Отдал И Кутузов Словно в бильярде Стреляет Словно на бильярде Стреляет В дальнюю лузу И Прошивает Александра Васина 6-0 Таким становится У нас счет В нашей встрече Уже такой Теннисный вариант Ну Не заслуживает На мой взгляд Команда Санготагов Такого крупного поражения Но Тем не менее Раз так То значит Мегатитан Наиграл На такой счет И кстати Продолжает Атаковать Не останавливается На достигнутом Но я думаю Что Игорь Кротков И Александр Голевец Которые сегодня Присутствуют На сегодняшней встрече Как и на всех остальных И как и на всех остальных Естественно Довольны Таким результатом У нас Такой вот Действительно Весомый Реванш После Поражения В первом круге Думаю Думаю Руководители Будут Довольны Таким результатом Но более всего Конечно же Будут довольны Взятием Трех очков Поскольку Конкуренты Тоже Набрали Свои очки В частности Футбольный клуб Сотрудников Прокуратуры Набрал Вчера Три балла Из-за неявки ЦСКА 84 5-0 Ну а Титан Будет Сегодня играть С Альбионом После этой встречи Которая только что У нас завершилась Вы слышали Свисток Евгения Воробьева Который возвестил О том что Мега Титан Сегодня побеждает Делает это крупно Со счетом 6-0 И Три важнейших очка Мега Титан В свою копилочку Кладет И наверное Останется Сейчас На встречу Которая Следует За Нашим поединком Где В статусе фаворита Титан Будет принимать Команду Альбион Большое спасибо Друзья Что были С нами На сегодняшней Трансляции Это был Матч 14-го Тура То бишь Первого тура Второго круга В котором Мега Титан Будучи фаворитом Одержал Убедительную победу Со счетом 6-0 Над командой Аслан Гатагов И Продолжает участвовать В золотой гонке Западной Премьер Лиги Которая Как я свидетельствую С большим удовольствием Возвращается Здесь На просторы Сетуньского парка Смотрите Прямые трансляции Которые мы будем Для вас организовывать Для вас сегодня Работал я Комментатор Максим Киселев И мои коллеги Еще раз спасибо Что были с нами До новых встреч Друзья Играйте в футбол И смотрите его Пока-пока